Сегодняшний конфликт, вы наверняка заметили, во всех средствах массовой информации подается в тональности, что невозможно совместное проживание двух народов. Вот настолько оно невозможно, что нужно истребить всех детей и истребить всех мирных жителей Газа, а потом уже и западного берега реки Иордан. Я хотел бы сказать вам вот что. Это абсолютная чушь, абсолютное заблуждение. Это откровенная наглая циничная ложь, похожая на ту, что немцы не могут жить вместе с евреями, поэтому их нужно сжечь в газовых камерах. Это ложь одного и того же порядка. Это страшная, чудовищная, античеловечная, даже бесчеловечная идеология, которая обосновывает уничтожение соседнего народа. Вот как немцев убедили, что евреев нужно сжечь в газовых камерах, вот так точно сегодня сионисты убедили собственный народ, что всех палестинцев нужно убить, включая малых детей. Я сегодня с утра слушал выступление одного раввина американского, который говорит, мы, иудеи, веками жили в мире с мусульманами. И даже до появления государства Израиль, до появления ООН, до появления Института прав человека, до появления всех этих СМИ, которые бегают, защищают обездоленных и незащищенных, малое количество евреев жило среди арабского большинства. Но он говорит, нас же не убивали, мы жили в мире, наши жены нянчили детей друг друга. Еврейские жены, матери нянчили палестинских детей, палестинские нянчили еврейских детей. Зачем вы это создали, вот эту вот человеконенавистническую идеологию и это государство, которое создано на уничтожение народа, который живет там уже около двух тысяч лет? Так вот, для того, чтобы вам показать, насколько все было до появления сионизма и до появления государства Израиль, насколько идеалистичная картина, насколько была вот, знаете, картина идиллии на Ближнем Востоке. Дело в том, что евреи были гонимы везде со времен пророка Исы, мир ему, были гонимы везде во всем мире, тот мир это имеется ввиду Европа, кроме мусульманских стран. Их изгоняли из Франции, из Германии, из России, из Украины, из Испании, отовсюду просто гнали и гнали, постоянно обвиняя в том, что они там пьют кровь младенцев, что они предали Иисуса и так далее, и так далее. Это были религиозные фанатики Средневековья, католические, встречались они, к сожалению, в западной части славянских земель под влиянием католической идеологии. Это большая часть вот западная Украина, Белоруссия, вот там вот, где евреев большая часть жила. Но каждый раз, когда евреев изгоняли, они находили приют где? У мусульман. Они находили приют у мусульман, когда изгнали их из Андалусии, католики, когда гнали их из Центральной Европы, когда гнали их с западных славянских земель, они находили приют именно у мусульманских землях. Теперь самое удивительное, все величайшие иудейские мыслители, все величайшие еврейские ученые, они состоялись в мусульманском мире. Есть потрясающий, гениальнейший еврейский мыслитель Моша бен Маймони. Его именем названа Академия в Москве, Академия Маймонида. В ней, кстати, и мусульмане тоже учатся. Этот человек учился на арабском языке в Андалусии. Он начал творить, писать на арабском языке. Он изучил подробно Куран, он изучил подробно фикх мусульманский, он изучил подробно Акаду. Учился он в исламском университете. И видя, насколько у мусульман тонко разработана сфера вероубеждения, сфера Акады, что есть постулаты, пункты, во что нужно верить, что там есть шесть столпов имана, нужно верить в Господа, в пророков, в ангелов, в священные писания, в рай, в ад, в предопределение всего хорошего и плохого и в судный день. Он разработал точно такую же детальную иудейскую систему вероубеждения. Он специалист по иудейской Акаде, он специалист по еврейскому иудейскому фикху, он специалист по иудейскому богословию, он выпускник исламского вуза, и он это все разработал для иудаизма, а он признан рамбамом. Это знаете, это как мучтаги, это как шейху лислям в исламе, он самая яркая фигура иудаизма. Закончил исламский университет, говорил на арабском языке, творил на арабском языке параллельно с ивритом, и стал величайшим ученым иудейским в мусульманских землях. Арабский вариант его имени, Муса бен Маймун, на иврите это звучит Моша бен Маймани. Запомните это имя. Вторая фигура, о которой я хотел вам рассказать, это Хаздай бен Шафрут. Иудей, еврей, личный врач мусульманского халифа, личный врач, имевший доступ в его покои, остававшийся в иудаизме и не скрывавший этого. Ну скажите мне, пожалуйста, о каких гонениях на евреев, о каком неприятии и невозможности совместного проживания между арабами и евреями, между иудеями и мусульманами может идти речь, если халиф в свои личные покои запускал иудейского врача. Хаздай бен Шафрут был не только врачом, он также был мыслителем, оставил большое количество произведений, которые изучаются сегодня знатоками иудаизма, знатоками еврейской культуры. Еще одна фигура, это Шломо бен Габироли, или Сулейман ибн Джабирули. Тоже еврейский мыслитель, который творил в мусульманских землях, их десятки, я назову только сегодня четырех. Назову только четырех. Итак, Моша бен Маймонид, Хаздай бен Шафрут, Шлома бен Габироль и четвертый, это Шабтай Цви. Шабтай Цви жил в османском султанате, и у него было огромное количество последователей, как у иудейского раввина. То же самое касается христиан, потому что до сих пор в Палестине около 15% населения это христиане. И христиане живут в Ираке, христиане живут в Сирии, в Ливане, в Иордании, в Египте. Причем египетские христиане это как раз-таки наследники того Египта, того древнего Египта. Потому что слово «эгипт» происходит от слова «капт», от слова «джипт» это древнее название на самом языке древних египтян, возможно это звучало как «кэмет», это само название древнего Египта. И от него происходит слово «эгипт», и от него происходит слово «капты» название египетских христиан. Если бы мусульмане относились враждебно, ни одного христианина не осталось бы в арабском мире, ни одного иудея не осталось бы в арабском мире. Но дело в том, что христиане не просто жили в мире с мусульманами, они были министрами в халифате. Православный святой Иоанн бен Дамаскин, который почитается православной церковью, был министром по налогам и сборам, по-моему, в амиядском халифате, если я не ошибаюсь. Неправедный, но амиядский халифат. Его отец, Сирджун бен Дамаскин, тоже почитаемый православной церковью, тоже был министром до своего сына, министром по налогам и сборам. Почему? Потому что когда мусульмане резко завоевали большое количество новых земель, у них не было еще системы, разработанные по налогообложению, по сбору, учету и распределению налогов. И вот эта вот кодификация, учет всего населения, перепись населения, как это все высчитывать, как это вести записи, мусульмане учились у христиан. И я бы вам привел еще два примера, прежде чем перейти к рассказу о своей поездке в Палестину. Когда я приехал в Дамаск, я был в шоке. Я учился в Дамаске. Там на краю Дамаска есть гора. Кто из Дагестана? Поднимите руку. О, большая часть. Вот как Таркитау находится на окраине Махачкалы, то есть из Махачкалы выходишь, можно подняться в гору. Точно так же из Дамаска выходишь, можно подняться в гору. Гора называется Касьюм. И там, кстати, живет очень много палестинских беженцев. Вот как вы видели, в секторе газа показывают детей, ковыряющихся там, с камнями играют на улице. Вот точно так же они там живут. У них нет ни паспортов, ни гражданства, ничего. Они никуда не могут выехать. Даже по территории Сирии не могут путешествовать. Они просто заперты в этом гетто на горе Касьюм. Так вот, когда на гору Касьюм поднимаешься, смотришь на Дамаск, он весь залит неоновым зеленым цветом. Потому что все минареты Дамаска подсвечены зеленым неоном. Это зеленый океан просто перед тобой. На Магриб или на Фаджр поднимаешься на Касьюм, поднимается азан над всем городом. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар! По всему городу. Понимаете, в едином порыве звучит азан. Восемь тысяч мечетей. Восемь тысяч мечетей. Там есть такое высказывание среди жителей Дамаска, что между мечетью и мечетью находится мечеть. Квартальных мечетей, центральных, огромное количество. Так вот в этом зеленом океане есть голубые вкрапления. Там, тут вот так вот голубые вкрапления. Голубые вкрапления – это неон, подсвечивающий кресты на христианских церквях. Такая вот установка в городе, да, мечети подсвечиваются зеленым, церкви подсвечиваются голубым цветом. Это просто нереальное что-то. Вот как вы ночами смотрите на сити, ну, горящие огнями, точно так же Дамаск горит вот этими огнями, являющиеся прямым свидетельством того, в каком мире сосуществуют религиозные общины в странах Ближнего Востока. И как журналист Надежда Киворкова приводила этот пример, там живут настолько они в гармонии, что христиане приходят в мечети и клеят на стены мечети приглашения на свадьбы, на похороны, на рождение ребенка. И мусульмане, читая эти объявления, приходят, это же квартальные мечети, они все по соседству живут. А потом мусульмане идут и на стены церкви клеят такие же объявления с приглашением христиан к себе на праздники. И вот в этот гармонично сбалансированный, живущий многие века в мире, в этот регион вторгается абсолютно людоедская, бесчеловечная идеология разделения людей по религии и по нации. Когда это родилось? Это родилось, когда в современной Европе уничтожили позиции католической церкви и на свет Божий вышла новая идеология, которая называлась национализм. Когда придумали, что у каждого народа должно быть свое отдельное государство. То есть развалилась единая Европа, которая существовала в виде Римской империи, языческой, потом это была Римская империя объединенная. И вот когда развалились объединенные государства, такие как Австро-Венгрия, такие как Священная империя германской нации, которая объединяла много народов, они развалились, позиции католической церкви были подорваны и придумали новую идеологию. Nation state. Нация, государство. У каждого народа должно быть свое государство. Что касается меня, я считаю, это абсолютно бесчеловечная идеология. Получается, во Франции только один народ может иметь право избираться президентом, руководить, защищать свою народную культуру национальную, изучать родные языки, а все другие народы должны быть подавлены. В Германии господствует только один язык, только один народ правящий. Вы попробуйте сказать, что сейчас, допустим, проживающие в Германии другие народы, допустим, поляки, славяне, чехи, захотят баллотироваться на пост президента. Ему скажут, нельзя. Почему нельзя? Ты родился не той национальности. А где это видно? Это что, в моем ДНК прописано, что я не той национальности? Нация – это абсолютно придуманная чушь, которую заложили в голову людям. Можно быть разных народов, можно жить вместе, можно договориться об условиях совместного проживания. Но говорить, что эта территория принадлежит только одному народу, это привело к появлению фашизма, это привело к появлению нацизма, это привело к появлению движений скинхедов, к появлению огромного количества человеконенавистнических идеологий. И именно эта идея о нации для отдельного народа, о государстве для отдельного народа, привела к появлению сионизма. То есть, если до этого евреи жили в мире, на общей земле, святынь трех религий, вернее, иудеев, христиан и мусульман, теперь они вдруг заявили, эта страна должна быть свободной от всех, кроме евреев. Это то же самое, что сказали нацисты в 30-е годы и начали строить Германию только для немцев. Все, кто не укладывался в эти категории, что немец должен быть голубоглазый, значит, светловолосый, истинный ариец, хотя сам Адольф Гитлер этому близко не соответствовал, он скорее был похож на оборот, на семитские народы. Тем не менее, это не мешало ему уничтожать цыган, уничтожать евреев, уничтожать курдов, уничтожать славян, только потому, что они не соответствовали арийскому идеалу. Сколько человек потеряла Россия в этой войне? Около 30 миллионов. Сколько потеряла большая Европа? Сколько потеряли евреи в газовых камерах? Но одновременно с идеологией германского национал-социализма, с германского нацизма родилась идеология еврейского сионизма. Иудейские раввины говорят, что эта идеология полностью противоречит иудаизму. Полностью. Вот как идея арабского национализма и построения государства только для арабов противоречит духу ислама, точно так же идеология сионизма противоречит духу иудаизму. И это для иудаизма очень опасная вещь. Эти раввины заявляют, что они разорвали иудаизм. Они оторвали евреев от единобожия. Они сделали их атеистами, гностиками. Они расплодили в среде еврейской общины огромное количество грехов. Наркотики, вот эти вот смена полов, ЛГБТ, вот эти все гей-парады в Израиле. Это все сделали светские, антирелигиозные, националисты, расисты, сионисты, которые отрезали евреев от религии. И сами иудейские раввины выступают против этой идеологии, потому что она губительна для будущего еврейского народа. Для его будущего. Потому что будущее еврейского народа связано исключительно с религией и с поклонением Господу. Только через поклонение Господу евреи, как верят, они вернутся вновь к благословению. Только через поклонение. Не через создание националистической человеконенавистнической идеологии, которая призывает к уничтожению детей, женщин, стариков и полностью истреблению всего народа. Подпишитесь на этот канал. И ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей.